Новости корпорации в эфире. Здравствуйте! Мы начинаем новую рабочую неделю. Расскажем о самых интересных событиях. Вот главные темы выпуска. Как стать министром? Юрий Бектуганов стал спикером корпоративного проекта «Инженерные субботы». От мечты к реальности воспитанники детско-юношеского центра делятся своими проектами набережной Верхнесалдинского пруда. И день творчества. В прошлую субботу профессиональный праздник отметили сотрудники сферы культуры. Как стать министром узнали школьники Верхней и Нижней Салды и поселка Свободный 25 марта. В образовательном пространстве «Пик перспектива» побывал Юрий Бектуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. Областной чиновник поучаствовал в проекте ВСМПО «Ависмо инженерные субботы» и ответил на самые волнующие молодежь вопросы. Приезд министра образования в Верхнюю Салду и его участие в корпоративном проекте «Инженерные субботы» вызвал большой интерес у школьников Верхней и Нижней Салды и поселка Свободный. Пообщаться с профессионалом в сфере образования напрямую в «Пик перспектива» пришли более ста учеников. Юрий Бектуганов рассказал ребятам, как строился его карьерный путь. От учителя физики, директора школы до руководителя сферы образования региона. Будучи уже студентом, я каждый год ездил в студенческий строительный отряд. И чтобы попасть, надо иметь свою профессию. Ну вот я стал, конечно, сегодня могу выложить любую все, что угодно. И мы строили фермы, мы строили дома, мы строили общежития. Школьников интересовало буквально все. Какие новые образовательные проекты реализуются в регионе, как не ошибиться с профессией и выбрать вуз, есть ли у министра мечта и от чего зависит зарплата учителя. Почему, чтобы получать высокую зарплату для учителей, нужно обязательно учить детей в Москве и очень много работать? Сейчас, кстати, меняется. Отготовленный проект по изменению на поплате труда учителей. Потому что есть огромная разница. Сырковская область, если взять даже какой-то другой регион, там заработная плата значительно ниже, чем в Сырковской области. Больше всего мне понравилась открытость нашего министра, что он так на любые вопросы отвечает, хотя мой вопрос был такой немножко каверзный. Больше всего понравилось, что вообще организуют такие субботы, что они правда полезны для выбора профессий будущих. Я не раз уже была на таких мероприятиях, в том числе, когда была в Артеке. И мне всегда нравятся такие мероприятия, когда с какими-то, казалось бы, возвышенными людьми можно поговорить вот так вот на равных, как будто сидя дома за чашкой чая. Диалог с министром, который длился чуть больше часа, получился открытым и конструктивным. От имени Министерства образования Юрий Бектуганов поблагодарил за теплый прием и вручил благодарственное письмо в адрес руководства ВУСМПО «Ависма» за активное участие в модернизации системы профобразования области. Это действительно очень серьезный прорыв в Верхней Салде по взаимоотношениям системы образования и предприятия, которые, вкладывая финансовые средства в развитие наших учебных заведений, говорят о необходимости беспокоиться о подготовке кадров. Данный проект мы уже пропагандируем на уровне других компаний, предприятий, организаций, муниципальных образований. Но здесь ведь важным является именно участие самого предприятия. Безусловно, Инженерная суббота направлена на раннюю профориентацию и возможность пообщаться с высокого уровня спикером. В рамках Инженерной субботы в корпорации это топ-менеджеры, министр образования. Свердловская область сегодня нас посетила. Безусловно, это важное событие. Здесь дети могли напрямую задать наболевшие вопросы, касающиеся системы образования. И те вопросы, которые я сегодня слышала, они действительно глубинные, глубокие и требуют проработки. Это уже седьмая Инженерная суббота. С каждым новым спикером мероприятие охватывает все большую аудиторию и выходит за рамки стандартного. Кто станет следующим спикером, узнаем совсем скоро. Сделай родной город лучше. В очередном сезоне «Школы от мечты к реальности» детско-юношеский центр предложил участникам создать свой проект набережной Верхнесалдинского пруда. Что из этого получилось, смотрите в нашем репортаже. Колесо обозрения, детские спортивные площадки, кафе, пляж, эко-деревня, лодочная станция, даже разводной мост. Пусть это лишь проекты, пусть пока что из конструктора. Но именно такой представили береговую зону Верхнесалдинского пруда участники сезонной школы «От мечты к реальности», организованной детско-юношеским центром. На этот раз участниками сезонной школы стали ребята, которые обучаются по программам технического направления, робототехника и моделирования. Лучшие дети, которые показали хорошие результаты за полгода, были приглашены поучаствовать в этой школе. Им была предложена задача спроектировать макет набережной Верхнесалдинского пруда. Но сначала участникам напомнили основы проектной деятельности, предложили создать команды и распределить роли внутри них. Команды стали конструкторскими бюро, где работа нашлась для всех. Самые младшие создавали модели из бумаги, ребята постарше использовали наборы лего-конструирования и 3D-принтер. Плюсом запрограммировали свои модели. Результатом смены стали четыре мини-проекта. Времени, конечно, было мало. Если было бы больше возможностей, мы бы успели больше реализовать проектов, которые собирали дети. Много осталось за кадром, недоделанного. Не успели доделать, не запрограммировали и уже не хватало деталей лего. На финальной презентации четыре мини-проекта объединили на одном пространстве. Такое видят набережную в будущем юные проектанты, конструкторы и немножко фантазеры. Программа прошедшей сезонной школы, подкрепленная документами и фото-видеоматериалами, ляжет в основу проекта, который детско-юношеский центр планирует представить на научной практической конференции школьников. Возможно, некоторые детские идеи со временем воплотятся в жизнь. Они прививают людям чувство прекрасного и трудятся на благо культурного воспитания. Все это о работниках культуры, которые в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник. Наш следующий сюжет посвящен руководителю творческого коллектива Дворца культуры «Металлургов», который учит детей главному – любви. И можно улыбаться? Почему назад у всех на полу? Давайте еще раз. Все снимается? Ну, пусть снимает. Они меня со вчерашнего дня муджают. Глядя на эту грациозную, хрупкую девушку с идеальной осанкой, невольно хочется выпрямить спину. Ксения Пегушина – опытный тренер-хореограф, руководитель танцевально-спортивного клуба «Камелия». Перезаль же, или круто петь без кальт, но не пазли, Сказать, что это ладненько, в жизни выйдет, В эти все события, тут любая по мостам, даже прицелять. Воспитанниками Ксении невозможно не любоваться. Кстати, Ксюша – сама выпускница клуба. Спортивными бальными танцами увлечена с 8 лет. Повзрослев, пришла сюда педагогом, затем возглавила коллектив. Сейчас в «Камелии» порядка 250 танцоров. Наверное, это моя жизнь. То есть, как бы я здесь живу. То есть, ты здесь вкладываешь себя в детей, в танцы, в спорт. То есть, как бы для меня это удовольствие. Я даже не знаю, культурный ли я работник, наверное, больше творческий человек. Но так как творчество и культура, они на одной, скажем так, линии, на одной волне, поэтому я думаю, что да. Сюда, дальше, подставка, правая, левая. И мне нужно, чтобы этот поворот был диагонально, сюда. Каждый танец, наверное, самбо – это такое карнавальное, да, что-то зажигательное, такое активное, интригующее. И чача, ну, это чача, румба – это кубинская. То есть, чача, наверное, больше такое, как сказать, когда друг с другом, да, какие-то заигрывания, такое активненькое, румба, но это, понятно, любовь. Джаев – это, мне кажется, отрыв. То есть, то, что есть у тебя внутри, можно все показать. Субтитры создавал DimaTorzok Моя работа – это не та работа, которая вышла и забыла. Это та работа, которая заставляет постоянно думать. То есть, ты выходишь с дворца, а голова продолжает думать обо всем. Всплывают какие-то идеи, всплывают просто. Вот едешь, да, в машине, и раз музыку услышал, так, надо подумать. Все рождается воедино. То есть, музыка, движения, костюмы, образы – это все, как бы, ну, оно должно быть в совокупности. Экспрессивная, эмоциональная Ксения действительно живет этим, отдавая танцам и детям всю себя. А самое главное, чему учит своих воспитанников Ксюша – это любовь. А как без любви? Ну, я не знаю. Как можно не любить? Даже любовь к себе, например, да? То есть, если ты не будешь любить себя, как ты будешь любить других? Любовь управляет миром. А мы, пользуясь случаем, поздравляем всех сотрудников Березняковского ДК Металлургов и Верхнесалдинского ДК Агаркова. Желаем неиссякаемого вдохновения и любви. День театра объединил актеров театра рабочей молодежи ТИАРТ и воспитанников школы-студии сценического мастерства «Апельсин». В воскресенье состоялся творческий капустник с конкурсами, постановками и традиционным капустным пирогом. Всемирный день театра принято отмечать капустником – ярким, шумным праздником. Как в своеном пироге, в нем одна за другой идут шутки, театральные постановки, творческие задания и сюрпризы. В этом году участникам капустника, юным апельсиновцам, их родителям и артистам заводской молодежной труппы ТИАРТ предстояло пройти театральный квест, где они определяли авторов известных цитат, выполняли задания по сценическому движению, рисовали образы сказочных персонажей, пели, танцевали и наряжались в яркие костюмы. Весело и дружно команды участвовали в театральном аукционе и показывали отрывки из новых и уже знакомых зрителям театральных постановок. Словом, с головой погрузились в творческую атмосферу. Ну а в конце праздника всех ждал традиционный символ капустника – естественно, капустный пирог. Делали бёрпи, стояли в планке, танцевали и шевелили извилинами. Яркой захватывающей прошла вторая командообразующая игра «Активити» для молодежи «Ависмы» и березняковских студентов. Делимся самыми классными кадрами. Зараза! Зарядка! Загадка! Зарядка! Зарядка! Дела умеренно, настроение отличное. Почему в очках? Потому что наша тематика, она требует присутствия, не обязательно, но требует присутствия очков на участниках. Команда наша называется «Рейс». Это понятие покерное, в переводе означает «повышать», «возвышаться». И, собственно, у нас тематика покер. У нас есть дилер, есть фишки, карты и очки. Блифуете? В основном, блин. Нравится, потихоньку идем, баллы идут. Про песенки иногда там провисаем. Из-за того, что мы, не знаю, мы не родились еще тогда, когда слушали такие песни. Может, есть тогда смысл восполнить? Ну, можно. Добавить в свой плейлист? Можно послушать, да, конечно. Команда отыгрывает классные эмоции. Все здорово. Надо было… Были слова. Их надо было посчитать, какое количество раз они появляются на экране. Но все начали считать первые три слова, а последние три слова никто не считал. Запутались? Запутались, да. Вот. Ну и как-то вот так получилось. А какой самый интересный? Самый интересный? С нарезками из фильмов. Много отгадали? Четыре, по-моему. Да, мы молодцы, мы постарались. Вся игра была очень интересная. Интересный вопрос, интересные раунды. Есть над чем поломать голову, что вспомнить. Поэтому, в принципе, все классно. Все очень насыщенно, интересно и весело. Может, какой-нибудь вопрос запомнился больше всех? Вопрос? Ну, наверное, из фильма «Джетельмен и удача» какую фразу он там не говорил. И какую он не говорил? Уши. Уши оторву. А какие говорил? Ну, пасть порву, моргало выколю и рога подживаю. И к спортивным новостям. На минувшей неделе в шахматном клубе «Дебют» в СМПО «Ависма» прошло первенство верхней солды по классическим шахматам среди детей в категориях до 9 и до 13 лет. Ребята боролись за путевку в первенство Свердловской области. Еще в сентябре большинство из них делали первые ходы по шахматному полю. А сегодня участвуют в первенстве верхней солды по классическим шахматам. Турнир открыли первоклассники, которые учатся в школе шахматной грамотности – уникальном проекте корпорации ВСМПО «Ависма» по авторской методике Владимира Комиссарова. Из-за конца учебного года, можно сказать, подводим итоги всей тренировочной деятельности в течение учебного года. И, соответственно, у нас начинается первенство города по возрастам. Турнир, если так сказать, профессиональный. Это отбор на первенство области, России, ну и вплоть до первенства мира. Каждый спортсмен сыграл по семь туров. Среди участников до девяти лет лучшей у девочек стала Алена Медведева. А у мальчишек первенствовал Тимур Тавапов. Оба спортсмена из школы номер шесть. Среди спортсменов до тринадцати лет золото выиграла Виктория Лебедева из школы два и Марк Туранов из шестой школы. Победители городского первенства получили путевку на первенство Свердловской области, которая состоится в августе. На этом у меня все. Еще больше актуальной информации ищите в телеграм-каналах «Где-где в Салде» и «Титановая береза», а также на корпоративном портале. До встречи в эфире. Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8 909 30 75 57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. У нас есть вакансия. Корпорация ВСМПО «Ависма» приглашает на работу правильщика на машинах. От вас среднее профессиональное образование, опыт работы от одного года. Что делать на рабочем месте? Правка растяжения алюминиевых изделий, резка на пилах, зачистка с помощью бормашинки. Вы получаете официальное трудоустройство и стабильную зарплату, а еще отличный соцпакет, добровольное медицинское страхование, компенсацию затрат на питание. Для вас круглый год работают наши санатории, а также спортивные комплексы, занятия в которых вы сможете оплачивать баллами. С нами у вас есть возможность профессионального и карьерного роста. Предоставляем общежитие и бесплатный транспорт. Более подробная информация по указанным номерам телефона и адресу электронной почты. Добро пожаловать в нашу команду! На корпоративном портале реализован сервис просмотра своих отпусков, а также отпусков подчиненных сотрудников. Для доступа к сервису перейдите на свою личную страницу, а затем выберите пункт «График отпусков». На графике представлены все запланированные вами дни отпуска на текущий год. Вы можете переключаться на отображение по дням и по месяцам для удобства. Руководителям подразделений доступна возможность просматривать данные по своим подчиненным. С помощью элементов управления доступно переключение между отделами. Для поиска конкретного сотрудника в списке выберите отдел и введите его фамилию в строке поиска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok